Здравствуйте! Мы работаем в прямом эфире. Смотрите нас на портале Правда Севера. В работе скорой помощи новые правила. Во-первых, с 1 января 2014 года вступил в силу новый порядок – оказание скорой медицинской помощи. В нем четко разграничено оказание экстренной и неотложной медицинской помощи. А во-вторых, в начале этого года в Архангельской области и среди прочих регионов реализуется пилотный проект перехода скорой на аутсорсинг. Как работают эти нововведения на практике, об этом в программе «Такие дела» – разговор с Валентиной Низовцевой, руководителем Архангельской станции скорой медицинской помощи. Здравствуйте, Валентина Анатольевна. Здравствуйте. Спасибо, что откликнулись. Вопросов много и вопросы проблемные. Все, правда? Вот месяц вы работаете уже в новых условиях оказания медицинских услуг. Каковы результаты? Плюсы, минусы можете уже оценить? Да, конечно. Во-первых, сразу хочу заметить, что мы не оказываем медицинские услуги, мы оказываем скорую медицинскую помощь. Для нас с введением новых порядков ничего не изменилось, так же, как и для наших пациентов. Мы оказываем помощь круглосуточная, бесплатная, доступная на всей территории Архангельска и Приморского района, где зона нашего действия. Поэтому для пациентов не изменилось ничего. А кто решает, какую бригаду вызвать? По вызову экстренную или неотложную? Хочу сказать, что у нас нет ни экстренных и неотложных бригад. У нас работают только бригады скорой помощи. А вот помощь теперь оказывается в экстренном и неотложном порядке. То есть в экстренной форме мы оказываем помощь, когда есть угроза для жизни пациента и требуется срочное медицинское вмешательство. А в неотложной форме, когда нет угрозы жизни пациента и помощь, которая необходима, можно отложить. В этой ситуации на неотложный вызов направляется первая свободная бригада, если есть свободные бригады и нет экстренных поводов для вызова. Поэтому для пациентов не изменилось ничего. То есть как это на практике происходит? Поступает вызов. Диспетчер, это, как правило, опытный фельдшер скорой помощи, который много лет отработал на линии, принимает вызов. У нас есть специальные алгоритмы приема вызовов, опросники, и в зависимости от ситуации направляют бригаду по вызову. То есть это чисто техническое такое действие? Это абсолютно чисто техническое действие. И если у фельдшера-диспетчера возникают какие-то вопросы, то он может всегда посоветоваться со старшим врачом смены, который работает диспетчерской и владеет всей оперативной обстановкой, или с врачом-консультантом, который тоже имеет богатый опыт скорой помощи. Ну вот вы как считаете, нужны были тогда такие установки, новые правила? Дело в том, что новые порядки, это документ чисто наш внутренний, он не касался оказания помощи пациентам. Дело в том, что развиваются медицинские технологии, мы идем вперед, и мы не можем работать по старым порядкам. Нам необходимы новые медикаменты, нам необходимо новое оборудование, комплектация машин скорой помощи. Именно поэтому опубликованы и введены новые порядки. Ну вот говорят, что будет новый номер, или он уже действует, 103, единый номер скорой? Номер 103, это нам предложили ввести наши сотовые операторы, потому что ни для кого не секрет, что с разных сотовых операторов можно было обратиться в скорую помощь по разным телефонам, и не все это знали. Поэтому теперь введен единый номер для сотовых операторов 103, и вы можете по нему вызвать скорую помощь. А с обычного телефона наш номер прежний 03. Хорошо. Насколько автомобили скорой помощи оснащены, вот вы уже упоминали, медицинским оборудованием для оказания помощи? Все наши автомобили оснащены в зависимости от специализации бригады, они оснащены оборудованием. И любая бригада скорой помощи может оказать помощь в полном объеме. У нас существует возможность послать на помощь бригадам общепрофильным, так называемым, бригады специализированные. Это педиатрические, кардиологические, реанимационные бригады, психиатрические бывают у нас и такие больные. Поэтому все бригады у нас укомплектованы оборудованием полностью. Какие-то изменения в перечне лекарств, которые находятся в распоряжении врача? Да, но это опять же не с нового года и не в связи с новыми порядками. Новыми медикаментами мы пользуемся уже давно, и теперь это уже узаконено как бы новыми порядками. Например, наши славные кардиологические бригады делают тромболизис на дому. В ситуации, когда у больного развивается острый инфаркт миокарда, и помощь оказывается в период золотого часа. И доставляются эти уже пациенты в компенсации, то есть они доставляются для продолжения лечения, но угрозы жизни этим пациентам нет. Поэтому мы этим очень славным гордимся и работаем на европейском уровне. То есть это вы можете гарантировать? Да, это хорошо. Зачастую на вызов приезжает не врач, а фельдшер. Это нормально? Он может дать объективную оценку? Это нормально. У нас есть фельдшерские общепрофильные бригады, врачебные общепрофильные бригады. В составе фельдшерской бригады работают два опытных фельдшера. Фельдшер это очень эрудированный, владеющий огромным количеством знаний. Человек, умеющий оказывать неотложную помощь и фельдшерской помощи. У нас все проучены фельдшера, все сертифицированы и помощь они могут оказать. Если им нужна помощь врачебной бригаде, мы всегда посылаем к ним бригаду, которая требуется. Уже вводится комплектование бригад, когда водитель, он же фельдшер, он же санитар или у нас эти... Для нашего города это не актуально. Это, вероятнее всего, чаще всего актуально в сельской местности, потому что в составе фельдшерской бригады должно быть два фельдшера. И фельдшер-водитель или два фельдшера, которые имеют права, они могут друг друга заменять и оказывать помощь населению. Эта практика очень распространена в европейской скорой помощи. Германия, Италия, Франция, где я бывала, они все работают именно по такому принципу. То есть оба медика имеют права и могут друг друга заменять за рулем, и при оказании помощи они работают вдвоем. У нас нецелесообразно. У нас нет, пока такой необходимости нет, поэтому мы укомплектованы достаточно средним медицинским персоналом, поэтому водитель у нас занимается исключительно в водительской части. Но это хорошо. Это хорошо. Каждый должен заниматься своими делами. Вот вы сказали, что вы находитесь на европейском уровне, сейчас упомянули те страны зарубежные, где вы, наверное, смотрели их опыт. Мы действительно движемся с введением новых правил, каким-то стандартам? Конечно. Мы движемся, я бы сказала, с юмильными шлагами. У нас появилось новое оборудование, у нас медикаменты изумительные. Самые главные люди. Это опыт богатый, умения, знания, которые могут применить на практике. Я скажу не без гордости, что наши врачи в условиях зарубежной скорой помощи сработают замечательно. Их врачи, думаю, что пока нет. Потому что настолько богатый клинический опыт, владение манипуляциями, и, может быть, не такой роскошный ассортимент оборудования, но необходимое у нас все есть. И тем не менее наши доктора молодцы. И вот еще один эксперимент. Это транспортный переход автомобильного парка скорой помощи на аутсорсинг. Вот разъясните, что это? Машины переходят в частные руки? Дело все в том, что в связи с тем, что у нас достаточно изношенный парк автомобилей скорой помощи, хотя эти автомашины все на ходу и нас очень выручают, но было принято такое решение попробовать опыт аутсорсинга. Он работает очень во многих областях Российской Федерации и небезуспешно. Предприятие, которое выиграло серьезный государственный конкурс, предоставляет нам услугу автотранспорта с водителем. Мы платим за этот автотранспорт. Водители, как и было, закреплены за бригадами автомобилей. Водители ваши? Да, водители наши. Они закреплены за бригадами, работают в бригаде скорой помощи. И мы при этом не закупаем бензин, запчасти, не содержим и не обслуживаем наш автотранспорт, что мы делали до последнего времени. Это очень удобно. То есть у нас заботы в основном направлены на лечение, на оказание неотложной и скорой помощи. А водители где числятся? Водители будут сейчас числиться за фирмой-поставщиком услуги. Но от этого у них изменилась, пожалуй, только запись трудовой книжки и не более того. Но однако же опасений много. Что опасаются водители? Наверняка к вам подходили с вопросом? Вы знаете, что опасений всегда много. Новые это всегда страшно. И народ наш северный весьма такой осторожный, можно сказать. Естественно. Но вот посмотрев в Кирове, как работает, в Перми, как работает аутсорсинговая компания, мы довольны их работой. И поэтому мы решили применить этот опыт на себе. Но ведь в некоторых городах, наоборот, это не удалось. В Волгограде были? Удалось, да. Но, тем не менее, у них свой опыт работы, они приобретают автотранспорт. А мы не вкладываемся в приобретение автотранспорта, мы просто оплачиваем его услуги и вкладываем все наши силы в приобретение нового оборудования, медикаментов для оказания помощи населению. А здесь вы видите экономию бюджета или экономию ваших сил? Расходы примерно на одном и том же уровне. Но наших сил, конечно, уходило на автотранспорт много. Но хочу сказать, что аутсорсинг – это хорошо забытое старое. Раньше мы арендовали автомобили в автохозяйстве, в областной больнице. Все это мы уже проходили. Поэтому все это нам знакомо и нас не страшит. А какая компания возьмет на себя заботу? Эффективная система здравоохранения. Так она и называется. И качество услуг вы как-то собираетесь контролировать, проверять? Конечно. Во-первых, этот проект идет под неусыпным контролем наблюдательного совета. Людмила Павловна Кононова наша, она вошла в наблюдательный совет. Во-первых, это государственно-частное партнерство. То есть это под неусыпным надзором депутатского корпуса, Министерства здравоохранения, в чем они нам очень помогают. Ну и непосредственно администрации области. Мы это будем все осуществлять. Я надеюсь, что это будет все хорошо. Вы уже начали работать по такой системе? Мы еще не начали, но на следующей неделе мы вступаем в Утсворсвенг. Автомобили уже здесь. Они проходят предходовую подготовку. Готовятся, мы их оснащаем и выходим на нее. Новые автомобили? Новые. То есть вам достаточно или еще? Мы заказали достаточное количество для того, чтобы обновить практически весь автопарк. Мы их узнаем? Или цвет такой же? Цвет такой же. Скорая помощь всегда логотип бело-красные автомобили с красным крестом. Единственное, что у нас изменились марки автомобилей. В городе будут работать автомобили марки «Газель», они знакомы нашему населению. А вот на островных территориях и на левобережной подстанции скорой помощи будут работать автомобили «Соболь». Таких у нас еще не было. Но они более лучшая проходимость, потому что дороги у нас не очень хорошего качества. Поэтому для удобства персонала, для того, чтобы мы быстрее могли приехать на место вызова, мы вот заказали именно эти автомобили. То есть вы можете с уверенностью сказать, что кошелек и главное здоровье граждан не пострадает, не возникнет проблем. Дело в том, что скорая помощь это бесплатная скорая помощь медицинская. И о кошельке граждан здесь никогда, по-моему, речи не шло. Наши граждане за скорую помощь никогда не платили. Поэтому граждане могут не переживать. А наши расходы примерно на том же уровне. СМИ очень много писало, что именно в новогодние праздники, именно в Архангельской области, даже выслали это за пределы нашей области, неотложку ждали по несколько часов. Это не связано ли с этим экспериментом? Я не знаю, о какой неотложке идет речь, потому что при поликлиниках у нас существует отделение неотложной помощи, которое осуществляет выезды на дом. Но я тоже читала эти все статьи. Мне было очень обидно, потому что наш персонал работал очень хорошо. Мы ввели дополнительное количество бригад для того, чтобы оперативность наша была на хорошем уровне. И могу сказать, что оперативность, то есть прибытие до 20 минут у нас в праздничные дни ниже 78% от общего количества вызовов не падала. То есть у меня есть даже выкладки, компьютерную программу не обманешь, поэтому у нас все в порядке. Да, вы уже сказали, что помощь наша бесплатна. А вот как же вы относитесь к той частной скорой помощи, которая, наверное, тоже скоро придет в наш край? Абсолютно спокойно. Дело все в том, что у пациента должен быть выбор, обратиться в платную скорую помощь или в бесплатную скорую помощь. Ну и поэтому мы спокойно относимся к платным стоматологическим кабинетам, клиникам, медицинским центрам. Поэтому страшного в этом я ничего не вижу. То есть кто-то, кто может заплатить? В основном платная скорая помощь распахивается для пациентов, имеющих полисы не обязательного, а дополнительного медицинского страхования. Хотя мы выезжаем без разницы, есть полисы у нашего пациента, нет полиса. Но тем не менее, смысл был тот, что пациенты, имеющие полис дополнительного медицинского страхования, будут получать помощь в платной скорой помощи. Ну а еще раз повторяю, что это выбор наших пациентов. Но это ближайшее будущее уже. Думаю, что да, в этом году они должны открыться. Какой-то опыт уже знаете, где работают частные... Ну частные скорая помощь работают, конечно, работают Москва, Санкт-Петербург, Воронеж. А вот такие города, как наш? Да, работают. И очень успешно сотрудничают. Так что ничего страшного в этом не вижу. Я не думаю, что скорая помощь платная составит нам конкуренцию. Вы уже говорили о профессионализме ваших кадров. А вот укомплектованы ли скорая помощь кадры? Не могу похвастаться стопроцентным укомплектованностью. У нас не хватает врачей и фельдшеров, но весь наряд, 35 круглосуточных бригад, необходимых для населения нашего города, работает круглосуточно. То есть люди работают иногда на полторы ставки, чуть больше, особенно молодые. И мы оказываем помощь достойно. Но а насчет того, что молодые, да, приходят. Вы знаете, есть люди, которые любят скорую помощь. Проходили у нас практику, это студенты университета, это студенты училищ, вернее теперь колледжей медицинских. Приходят к нам работать и остаются навсегда, потому что скорая помощь – это образ жизни. То есть кто попал на скорую помощь, либо не приживается сразу, либо остается здесь навсегда. Ну и школа, наверное, хорошая. Школа хорошая. Работают все время на адреналине. Здорово. Да, это кому, конечно, нравится. Кому как. Спасибо вам большое и небольшой блиц в конце разговора. Вот самое трудное в вашей работе. Принимать решение, брать его на себя. Это для каждого врача, скорой помощи и фельдшера. Будь ваша воля, какие бы реформы в работе скорой вы бы ввели в первую очередь? Удвоила бы зарплату. Всем? Всем. Какие личностные качества нужны тем, кто… И вообще, чтобы выдержать эту нечеловеческую нагрузку? Чувство сострадания. Прежде всего, человеколюбие. И когда вы получаете удовлетворение от своей работы? Когда после пяти минутки мои врачи улыбаются. Даже устала. Потому что мы успели вовремя. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Я думаю, что вы еще придете к нам в студию, когда вы уже расскажете о том, составили ли вы или нет конкуренцию частной скорой помощи. Хорошо. Спасибо. В студии была Валентина Низовцева, руководитель Архангельской станции скорой медицинской помощи. А скорая помощь – это служба, без которой нам не жить. Поэтому мы так присрастны в оценке происходящих в ней реформ. Вот такие дела. А завтра в прямой эфир придет Дмитрий Скорский, главный архитектор Архангельской области, член правления Архангельской региональной общественной организации Союза архитекторов России. До свидания. Дмитрий Скорский, главный архитектор Архангельской области